Их легко отличить Велен Семенович Визильтер родился в 1938 году. Окончил факультет журналистики МГУ. Объехал весь Советский Союз. Работал тележурналистом на Кавказе и в Казахстане. Режиссер более двух десятков телепередач и телеспектаклей на Центральном телевидении. Заместитель генерального директора телеканала Дарьял ТВ. Автор и режиссер нескольких полнометражных документальных фильмов. Единственное время, когда я гордился своей профессией, это был 87-й, 93-й год. Мы были в первых рядах общественно-политического пробуждения. Мы работали с чистым сердцем, на совесть, смело. Глава первая, повествующая о небывалом риске, коему однажды подвергся правдолюбивый Дон Телерыцарь. Когда началась уже перестройка, я к тому времени делал первый в истории Центрального телевидения политический театр. Запомнился мне один спектакль, который мы снимали в Доме культуры завода «Серпи-Молот». У меня 17 актеров, и они все в зрительном зале. Не на сцене, а в зрительном зале. И они общались друг с другом через посредство людей из зрительного зала. Они частью были продуманы, а дальше шла сплошная импровизация. Как себя поведут люди в зрительном зале, никто не знал. Но актер должен был уметь всегда симпровизировать. Давайте представим, что было бы, если бы вдруг не стало алкоголя. Вот как вы считаете? Прекрасно. Прекрасно. Правильно. А как вы считаете? Только мечтать можно. А вы как считаете? Верно, так же. И на одном из таких спектаклей у меня оказался академик Тоболин, главный педиатр Советского Союза. И он тогда, ну то есть так же был подцеплен и говорит, обращаясь к залу, товарищи, дорогие, мы стоим на грани катастрофы. Но посудите сами, в этом году в Москве родилось 52% неполноценных младенцев. Люди спиваются. Я это ставлю. Через день меня вызывает секторю парткома Гостелерадио СССР. Он сидел на Пятницкой. Королев фамилия его была. Я захожу в этот кабинет. Он сидит за столом, пишет. Но мне никто не говорит, садитесь. Стою, а он пишет. Наверное, такую мхатовскую паузу не знали даже корифеи МХАТа. Минут пять подымают на меня глаза. Вы заявление об уходе написали? Я говорю, какое заявление? О каком уходе? О таком. Вот, пожалуйста, письмо, подписанное секторем горкома партии Ельцина. О том, что вы своей программой порочите честь и достоинство московской партийной организации. Давайте. Или пишите заявление, или мы вас по статье в булине. И все, я в шоке. Через день приходит сообщение, что Ельцина снимает с постасик Трегоркова партии. И все. И хадает. И все забыли. Вы вместе с нами присутствовали на первом всероссийском съезде по борьбе с пьянством. И я предлагаю, давайте вот сейчас, сегодня, вот этим нашим собранием и проголосуем за резолюцию большевиков о беспощадной и кардинальной борьбе с пьянством. Кто за это предложение? Прошу поднять руки. Единогласно. Глава вторая, повествующая о доселе невиданном и неслыханном телеподвиге. Утром 3 октября митингующие собрались на Октябрьской площади. Штурм Останкин начался вечером. Охранявшие здания милиционеры, солдаты, офицеры из отряда «Витязь» отбили первую атаку Потом подошли БТР дивизии Дзержинского Штурм захлебнулся, но бой продолжался Он стоил жизни многим людям Станкино выключается Остается только один наш канал, РТР Все, Станкино не работает, единственная надежда на нас Второй режиссер, Витя Крюков, мы с ним быстро сориентировались И уже к 7 вечера мы с ним сели за пункт Пошел прямой эфир Мы сюда пришли, чтобы отстоять Россию И мы никому не отдадим ее, никаким так называемым патриотам У нас же на шаблотке, никого нет Одна милиция, три милиционера с пустой кобурой Я говорю, хорошо, давай скажем, что мы ведем передачи с резервной студии в Солфлино Здесь эта вышка огромная Раньше с нее глушили эти голоса вражеские Так мы и делали Мы пользовались картинкой СНН У них стояла камера на крыше американского посольства Она же прямо напротив белого дома И мы всех разрешениям убрали еще эту картинку И к нам люди валом повалили Никаких пропусков, ничего, приходят сразу в эфир То есть, ну ничего не стоило этой банде погромщиков Да, ворваться на шаг Мокрое место бы от нас осталось К нам только в 2 часа ночи Пришло 10 человек из какого-то ЧОПа Добровольцы С этими, с канадскими венчерстами Ну, да, это оружие Вот я как сел в 7 вечера за пульт Я встал из-за пульта на следующий день в 8 вечера 25 часов Это была самая большая в моей жизни прямоэфирная программа После этой прямоэфирной 25-часовой программы У меня полголовы немело Пошел потом в институт, сделали томограмму Ну, как-то выкруткался Глава 3, повествующая о находчивости и любознательности Кое должно проявлять каждому телерыцарю Это действительно, это работы, которыми я За которые мне не стыдно Февральская революция обрушилась на командующего Черноморским флотом России Александра Васильевича Колчака И его соратников внезапно Как гром среди ясного неба Легенды такие Складывались о таких людях, как Колчак А не о тех, кто его расстреливал То, что случилось в России в 17-м году До некоторой степени, конечно, случилось со мной А ситуация была такая Вызывает меня Анна Михайловна Виноградова Она тогда руководила управлением по производству документальных фильмов в РТР И говорит, Елен Семенович, я вас прошу Сходите к Елене Николаевне Чавчавадзе Они там наснимали огромное количество материала За рубежом И, по-моему, они просто в нем утонули Я пришел, мне там дали кассет 30 часовых Я уже просто пришел в отчаяние Но тут вдруг я наткнулся На синхрон с внуком Колчака Вот все говорят, что я очень на дяда Колчака похож Об этом, конечно, я много думал Я тут же обратился к Чавчавадзе Я говорю, устройте мне Дайте мне возможность Вознакомиться с делом Колчака в архивах ХСБ Мне сделали такую Положили передо мной папку допросов Колчака Вот такую толстую Я читаю и поражаюсь Вначале удивляешься, почему так подробно Так, с такой даже, я бы сказал, охотой Отвечает адмирал на вопросы своих калачей И только потом, внедряясь в этот материал Начинаешь понимать, что Александр Васильевич отвечал не им Он пытался таким образом воспользоваться последней возможностью, чтобы обратиться к своим потомкам К нам Я все это переписал Затем сопоставил с тем, что говорит внук И получился до боли пронзительный фильм Настанет время, когда золотыми письменами На вечную славу и память будет начертано его имя в летопись русской земли Телевидение Это ад и рай Перемешаны друг с другом Безумно трудно подниматься и больно падать Всегда там Это 62-й год моя первая Сейчас 2000-й сколько? 46 лет? Почти полвека Полвека стресса Беспрерывного Но на этом история нашего героя Вилена Визильтера, славного Дона Телерыцаря, не заканчивается И задача каждого из нас, кто находится в самом начале этого удивительного телепути, извлечь из нее полезный урок Благородные телерыцари XX века, подобно отважному Дон Кихоту, не гнались за рейтингом и гонораром, а верно служили раз и навсегда выбранной цели Не боялись рисковать, попадали в немилость, балансировали на грани Но как бы тяжело ни было, находили в себе силы и снова садились за режиссерский пульт Снова брали в руки камеру И снова громко кричали эти до боли знакомые каждому из нас слова Камера! Мотор! Камера! 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 Субтитры создавал DimaTorzok